МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Алёна. Спасибо большое, что пришли. Я понимаю, что вы уже приехали заранее, значит, вам нужно много времени настроиться. Работа серьезная. Да, конечно. Моноспектакль — это не просто концерт, в котором можно включить какой-то красивый свет и весь концерт петь, и прятаться где-то за музыку. Здесь, по сути дела, почти 2,5 часа ты держишь внимание. И, конечно, важен свет, важен звук, важны все переходы, чтобы это все играло и воздействовало на зрителя. Но моноспектакль сразу для тех, может, зрителей, кто не знает, да, это спектакль для одного актера, на одного актера выставленный. То есть это вот уйти со сцены, попить водички как-то... Невозможно. Невозможно. А почему вы именно эту форму выбрали? Вы знаете, ну, я уже 10 лет концертирую. У меня сольные концерты и по стране, и за рубежом, и в Москве, и в Петербурге. И каждый концерт — это какой-то новый проект, новая какая-то история. И я уже почувствовала, что вот концертную форму я, наверное, отчасти исчерпала того, что хотелось мне сказать. А французские шансоны как-то долго складывалась в программу, и я чувствовала внимание публики именно к этому жанру. И у меня была идея вот именно рассказать. Сначала я хотела соединить нескольких французских певиц. Интересно, кто попал в ваше поле зрения? Ну, я хотела объединить «Четыре судьбы» — Лара Фабиан, Мирей Матье, Эдит Пиаф, Долида. Но когда я долго думала, кто же мне поможет со сценарием, никак не могла найти человека, потому что все-таки этот человек должен понимать меня, очень чувствовать меня, ну, как моноспектакль. Два с половиной часа ты должен рассказывать от своего сердца то, что тебе особенно трепетно, к чему ты относишься. Ну, и как-то я начала с биографии Эдит Пиаф именно, потому что она самая такая мощная личность, да. И когда я открыла ее воспоминания, которые она написала на последнем году своей жизни, то есть это то время, когда уже человек, по сути дела, у него стирается так грань между материальным и духовным, да. Ну, когда человек уже близится к смерти, у него вот эта оболочка как-то вот она начинает истаньшаться, что называется. И он чувствует больше какие-то духовные вещи. И когда я поняла, какой там огромный пласт, о котором можно рассказать, я поняла, что уже никакие другие судьбы в один спектакль я просто не смогу. Может быть, я вернусь к этой идее, но пока вот я с таким удовольствием играю вот этот спектакль. 24 января в Петербурге была премьера, вот сейчас на днях в Хабаровске. И вот третий... Очень приятно, между прочим. Будет у вас, так что да. Да, действительно. Ален, ну, смотрите, вы представляете все-таки актрисы театра и кино, да? Здесь, в этом спектакле, больше чего? Больше актрисы или больше все-таки вокалисты именно? Больше актрисы, конечно. Больше актрисы. Да, отзывы пишут такие об очень... Что драматические, драматические, кто-то там... Ну, очень такие... Мне очень приятно, что такие отзывы пишут. Но это ведь очень... Именно как раз-таки отмечают драматическую линию, да. То есть понятно, что голос, что я певица профессиональная, но то, что вот тут какое-то такое... Нерв? Счастливое сочетание моего актерского и вокального, оно очень точно... Нерв, слезы, смех, все подряд. А что вам все-таки сложнее? Потому что, ну, я знаю произведения Эдит Пиаф, не понаслышке, я знаю, насколько они сложны, и в вокальном отношении в том числе. Это очень-очень непросто. Плюс это французский язык, опять же. Вам он как близок? Или пришлось как-то учиться? Как вам сказать? Да, ну, я не говорю на французском языке, я пою на французском языке. Конечно, я знаю перевод, естественно, я знаю, про что я пою, я знаю подстрочник, это, ну, безусловно, иначе как... Иначе не передашь просто. Иначе, да. Конечно, для меня это сложно, потому что для меня все-таки это некий пазл запоминания текста, да, потому что, ну, когда ты не знаешь языка, это все равно формула для тебя, вот эти строчки, они все равно для тебя формулы. Поэтому в этом, конечно, сложности, особенно в переходе, когда ты читаешь длинные монологи на русском языке, и вдруг раз, надо переключиться на французский текст. В этом, наверное, существует некая сложность. И потом голосовой аппарат тоже, да, нужно успевать перестроить. То есть ты тут плачешь, у тебя ком в горле, тут же мгновенно раз, нужно переключиться, и чтобы голос зазвенел, да. То есть вот это тоже такая... Ну, это очень хорошая школа. Я могу сказать, что когда я работала над этим спектаклем, ну, я и сама сценарий написала, я сама срежиссировала, в общем... Да, я говорю просто, ну, а как? И только я это могу прочувствовать. И когда я работала над этим спектаклем, конечно, пересмотрела очень многое в жизни. И то, что Эдит Пиап говорит о том, что самое главное в жизни — это любовь. Неважно, в какой области, в каком смысле. Любовь к человечеству, любовь к работе, любовь к вещам, которые ты любишь, любовь сама по себе. И, собственно говоря, весь спектакль, он посвящен этой любви, ее поиску этой любви, и тому, как она отдавалась этой любви, и в песнях в том числе, да. И, конечно, это вот... Для меня это тоже раскрыло очень много в моем сердце, мне кажется. И я очень надеюсь, что именно в сердцах и душах... Зрителей. Зрителей, да, которые будут приходить на этот спектакль, будет раскрываться тоже частичка этой любви, ради чего, собственно говоря, и создавался этот спектакль. Алена, ну, не могу не спросить тоже, сейчас очень моден как-то вот пародийный жанр, музыкально пародийный причем, да, телешоу много есть по этому поводу. Вот если брать моноспектакль Эдит Пиаф, здесь все-таки это что? Вам тоже приходилось как-то входить в образ, перестраивать свой голос? Или же нет? Или вы поете вот как Алена Бекула? Нет, конечно, когда я пою, я где-то стараюсь подстраиваться, ну, все-таки, чтобы было похоже на нее. Но, тем не менее, все-таки она всегда была очень драматична, но она была, так скажем, статична в своем движении. Во-первых, потому что у нее был полиартрит, и она уже не могла там как-то особо пританцовывать и двигаться, да. Поэтому она просто стояла ровно на двух ногах, там на невысоком каблуке. У меня, конечно, это в некотором смысле штрихами. Но в основном я от своей психофизики иду, и это разговор души. То есть крик души, плач души, да. То есть все равно я стараюсь быть собой, но, конечно, где-то манеру какую-то я чуть-чуть копирую, чтобы была узнаваемость. Но ни в коем случае я не стараюсь устроить из этого какую-то пародию и что-то смешное. Хотя юмор сам появляется, потому что там действительно очень много смешных моментов в ее жизни и истории. Зал смеется. В общем... И жизнь, и слезы, и любовь. Все вместе, да. Ваше любимое произведение вот из этого моноспектакля есть такое? Ой, они все любимые. Ну, может, над каким-то мучительно работали, какое-то далось просто сложно, и тогда оно становится априори любимым. Любимое? Ну, очень сложно мне далось. «Ля фуль» — это одна из таких известных ее вещей. «Толпа» называется. Так я ее немножко еще в драматургию вписала, и она так туда вписалась. Вот там очень надо быстро успевать этот французский текст, так вот проговаривать, как с короговоркой. Можно хотя бы пару строчек? Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Вот просто проговорить хотя бы. Вот так вот. Алена, браво! Спасибо вам огромное. Спасибо, что подарили великолепное настроение. И мне лично, и нашим зрителям, уверенно, тоже. Удачного вам концерта. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Алена Бекулова, актриса театра и кино. Вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи и будьте счастливы! Продолжение следует...